Вы смотрите программу «Город С» в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! Самара готовится к проведению парада памяти, который состоится 7 ноября на главной площади областной столицы. Что значит данные события для региона и в целом для всей страны? Какие мероприятия, запланированные в рамках подготовки к параду? Кто из почетных гостей посетит праздник в этом году? Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Моя гостья – исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области, начальник штаба по подготовке и проведению международного патриотического проекта «Парад памяти» Инна Жичкина. Здравствуйте, Инна Анатольевна! Здравствуйте! Инна Анатольевна, «Парад памяти» – это международное, патриотическое, масштабнейшее событие, проект, который реализуется в Самаре с 2011 года, и каждый год завершается традиционно, естественно, главным событием парадом памяти 7 ноября на нашей главной площади города, на площади Куйбышева. Вот с вашей точки зрения, какое значение имеет событие не только для Самары и нашего региона, а в целом вот для всей страны? Когда мы начинали в 2011 году, то для нас было очень важно в первую очередь напомнить об этой истории, важной истории для города Самары, для города Куйбышева, как мы тогда назывались, для Самарской области, для жителей. В первую очередь нашим жителям, всех 37 муниципалитетов. Но с 2012 года у нас не только стали принимать участие наше муниципальное образование, с 2014 года уже парадные расчеты первые стали привозить все регионы Привозского федерального округа, а дальше с каждым годом количество парадных расчетов, количество военно-исторических клубов с разных регионов Российской Федерации, с ближних стран зарубежных, ну и, конечно, в том числе и дальние зарубежные страны. Это наши дипломатические миссии, военные атташе. Более 25 стран уже стали участниками парада памяти. Поэтому, конечно, мы понимаем, что это то, что стало важным для разных поколений. Парад памяти стал народным проектом. Он объединил разные возрастные социальные группы, разные политические партии движения, разные общественные организации, разные промышленные предприятия, образовательные учреждения. Потому что, ну, на самом деле память, она для всех нас важна. И сейчас мы говорим, что проект посвящен не только истории Великой Отечественной войны, легендарному параду 7 ноября 1941 года. Потому что, если вспомнить, да, то из трех парадов он был самым масштабным, самым продолжительным по времени, самым многочисленным, важным для хода истории. Потому что 25 600 бойцов даже сейчас, мы понимаем, в современных условиях такое количество только парадного прохождения, очень сложно достичь. Тогда 65-я, 239-я дивизия, самая современная на тот момент техника, единственный за всю историю войны воздушный парад, единственный за всю историю войны гражданская демонстрация, да, 178 тысяч только гражданская демонстрация, когда все население довоенного Куйбышева, 390 тысяч. И мы понимаем, что полгорода вышли, то есть 4 часа в общей сложности с гражданской демонстрацией шел парад. Это, конечно, масштабное событие, но мы говорим и об истории запасной столицы, всех гранях, и политической, и дипломатической, информационной, промышленной, культурной столицы. А с 22 года мы понимаем, что это память и это связь с историей сегодняшнего дня. Поэтому, конечно, сейчас парад посвящен в том числе и современным бойцам. В поддержку наших бойцов российской армии. В первую очередь мы говорим сейчас и о героях специальной военной операции. В поддерживаемой семье. Поэтому, конечно, сейчас это масштабное движение, народное движение. То есть получается, с 2011 года, и вот особенно в связи с 2022 годом и началом СВО, вот проект «Парад памяти» обрастает новыми смыслами. Конечно. Каждый год он посвящен важной для истории странной теме. И, конечно, помимо истории запасной столицы, мы добавляем ту тему. Года посвящался героям Отечества, Суворовским Нахимовским училищам, посвящался оружию победы. То есть какое оружие, какое оборудование выпускалось на том или ином оборонном предприятии в разных регионах года войны. В том числе посвящалось материнской славе, подвигу врачей в годы войны, посвящалось городам трудовой доблести. Конечно, важная тема для нас – это дорога победы, потому что начиналось не только формирование Третьей ударной армии, не только военный оркестр, центральный военный оркестр, который был эвакуирован. И 7 ноября 1941 года был у нас. 24 июня 1945 года сопровождал прохождение войск на параде победителей в Москве. И это тоже та дорога победы, которая от Волги до Берлина важно посвящалась тем им героям и подвигам. И в этом году «Наша семья – наша победа». Это не только созвучно с годом семьи. Ну, год семьи, как бы понятно, наша семья – наша победа. Но, наверное, тут глубже все-таки заложены смысл. Конечно. Нет в России семьи такой, где бы не память был свой герой. Поэтому для нас важно рассказать об этих героях. Нам важно, чтобы вот эту многопоколенность, в том числе наша подрастающая смена, не только смогла узнать, рассказать, но в том числе сами бы они осознали, что они неотъемлемая часть истории своих семей. И сейчас очень много интересных историй, когда нам рассказывают о том, что прадедушка был героем гражданского, дедушка был героем Великой Отечественной войны, братья или отцы сейчас в зоне специальной военной операции. То есть мы понимаем, что вот она связь поколений. Мы же все родом из детства. И на наш характер, на наше отношение к жизни, вообще к целям, к тому, как служить Родине, в каждой профессии многое влияет семья. И в первую очередь это воспитание, оно идет из семьи. Конечно, дальше оно добавляется нашими замечательными наставниками, педагогами в образовательных учреждениях. Но если в семье неправильно заложены те или иные ценности, то, конечно, ребенку очень сложно определиться, что такое Родина. А Родина начинается, конечно, с семьи тоже, с понимания, с сознания истории своих бабушек и дедушек, с пониманием того, как важно сохранять эту историческую память и чувствовать, что на них тоже ответственность. От того, какие будут они, дальше будет великое будущее нового уже поколения победителей. И всей страны в целом. Поэтому, конечно, для, скажем, других регионов, многие говорят, ну как, вот парад памяти, это же про запасную столицу. Нет, парад памяти – это про нашу великую страну. Это про каждую семью. Такую победу. Да. Поэтому, конечно, он близок всем регионам, поэтому действительно они готовятся. Они заранее проводят свои парады, они отбирают лучшие из лучших парадные расчеты. Они также осуществляют и реализуют все специальные патриотические мероприятия. Даже в этом году сейчас у нас уже прошло более 6300 мероприятий. Вообще ведь каждый год более 5000. А в этом году уже прошло более 6000. Ну какая-то грандиозная. И еще, да, впереди не только полторы недели до парада, но и далее, конечно, многие продолжают, потому что парадное прохождение – это действительно кульминация события. Но мы понимаем, что торжественные награждения всегда они у нас традиционно, памятными медалями за подписью губернатора Самарской области. И для ребят это очень важно. Только участники парадного прохождения у нас получают парадные медали. То есть, да, победители творческих конкурсов, патриотических награждаются, но медали получают те, кто действительно заслужили это в первую очередь с парадным прохождением. И вот здесь 23 февраля по 9 мая у нас продолжается серия торжественных награждений своими событиями, тоже со спецмероприятиями. Поэтому вы представляете, сколько их еще будет, да, в том числе. Представить трудно, но масштаб ясен, в общем-то. Когда начался подготовительный этап вот к этому проекту? Стартовали-то все мероприятия, запланированные 15 октября? И вы тоже, кстати, расскажите, почему 15 октября стартовая такая вот дата отправная? Потому что ежегодно для нас это важная дата. 15 октября 1941 года было подписано постановление номер 801 об эвакуации в запасную столицу. Постановление Государственного комитета обороны. И в первую очередь именно это постановление наделило наш город статусом запасной столицы. И как мы иногда, ну, в шутку не в шутку, но говорим, что на самом деле приказ Сталина еще никто не отменял. Поэтому, конечно, эта важная миссия для нашего города, она до сих пор очень важна. Мы понимаем, что сюда не только были эвакуированы 123 промышленных предприятия, многие из них остались здесь, работают. То есть мы с вами являемся потомками тех, кто был эвакуирован в запасную столицу. Наши бабушки, дедушки, они, приехав сюда, стали жить, работать, служить городу, региону, стране в целом. Поэтому, конечно, 15 октября каждый год не случайно это особая, да, стартовая точка для того, чтобы начинать все специальные мероприятия данного года. О тех мероприятиях, которые масштабных мероприятиях, интереснейших, которые уже прошли, конечно, не могу не сказать о первой всероссийской конференции с международным участием в Калпаковские чтения. Как это прошло? На самом деле мы очень рады, что такое количество, несмотря на то, что это первая конференция, и для нас это важно, и мы надеемся, это станет новой традицией парада памяти, когда научное сообщество, вот в таком большом, да, представительстве, 33 доктора исторических наук, более 40 человек, кандидаты исторических наук, причем там не только историки, философы, политологи, большое количество, да, аспирантов, которые только, то есть это 90 с лишним докладов, это 4 секции, это работа в течение всего дня, и даже в первую конференцию у нас включились уже 23 региона и 23 города, и плюс три страны. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что Александр Калпаков и к его столетию, да, это первая конференция, конечно, приурочена, но мы понимаем, что это историк, это в первую очередь фронтовик, который прошел сам от Курска до Берлина, да, и расписался на здание Рейхстага. Мы говорим о том, что он, придя в мирную жизнь, вернувшись, он все-таки не только закончил наш педагогический университет, тогда институт, защитил диссертацию докторскую, стал преподавателем, историком, но до конца своих дней, более 50 лет, работал в политехническом техническом университете, сейчас в Самарском государственном, где воспитывал новую смену, подрастающую смену. Поэтому, конечно, наука и погружение в науку, изучение архивных документов, материалов, понимание, как важно патриотическое воспитание, как важно защита исторической правды для международного сообщества, потому что действительно переписывают историю так рьяно для того, чтобы не только переписать историю победителей, но в том числе, максимально исказив историю, попытаться управлять подрастающим поколением. Поэтому мы этого не допустим, и колпаковские чтения в данном случае, благодаря кафедре, которая стала инициатором нашего технического университета, благодаря замечательной Ольге Владимировне Тузовой, доктору исторических наук, которая стала именно инициатором, мы смогли, объединив все вузы Самары, пригласить к участию такое количество городов, регионов и стран, и я рада, что событие состоялось, что работа очень интересная, с погружением в историю прошла, и я говорю, мы надеемся, что это станет традицией каждого года. Да, конечно. Дни самарской культуры, Самар, Санкт-Петербург, еще одно интересное событие, да, это культурно-исторический форум тоже. Вот как это все происходило? Это другой формат. Если мы говорим про то, что колпаковские чтения это научные сообщества, в том числе подрастающая смена, да, студенты, педагоги, аспиранты, но если про культурную столицу, это школьники, причем школьники не только Самары, Самарской области, но в том числе и Санкт-Петербурга, которые приехали сюда, это интеллектуальная игра именно на знание о истории Великой Отечественной войны, на знание о истории запасной столицы, именно к 83-й годовщине это все и посвящалось. С пониманием того, как важно сохранять в том числе истории семей, потому что большое количество эвакуированных с блокадного Ленинграда приехали и также остались жить здесь, в Куйбышеве, в Самаре, поэтому нам важна связь именно с этим поколением, которые рассказывают о том, как они, как дети, опаленные войной, через всю жизнь пронесли эту историю, чтобы наши дети знали и понимали ценность этой победы, понимали, что тогда происходило, какое количество трагедий было, и важно помнить, чтобы не дать никому переписать это. Сам культурный форум проходил в течение двух дней. Это интеллектуальная игра, интересная, в таком формате что, где, когда, когда действительно в формате такого бренд-ринга, быстро, блиц-опросов. Дети должны были вспомнить всю эту историю. Прямо действительно... Там, наверное, серьезный был отбор участников, то есть какие-то интеллектуалы, такие ребята-то. Конечно, но удивительно, что победила именно школа Санкт-Петербурга. Вот так вот. Да, наши заняли второе место, Самара, но все-таки Санкт-Петербург, как они готовились, и как для них это было важно. Ну и, конечно, для всех наших творческих коллективов было важно принять участие в этом конкурсе. Спасибо здесь и парку России «Моя история», потому что действительно все прошло на площадке, где ребята смогли дополнительно еще и ознакомиться с экспозициями, с интересными музейными, архивными материалами, которые также отдельно посвящены Куйбышеву, запасной столице, легендарному параду 7 ноября 1941 года. А все творческие коллективы выступили, погрузились в эпоху именно Великой Отечественной войны. Потому что для малышей интересно было понимать, как они проживают, переживают эти песни военных лет. И это было настолько трогательно, потому что родители были с ними, дети действительно исполняли, понимая, о чем они поют, да, или какие танцы довоенные времен Великой Отечественной войны были важны для наших бабушек и дедушек. Тем самым они тоже соприкоснулись. Поэтому парад памяти – это не только про то, когда маршируют, а это в первую очередь про погружение в историю, про знание этой истории. И в разных форматах все возраста могут проявить себя. Так же, как и трудовые коллективы, которые сейчас проводят свои специальные мероприятия. Так же и учреждения культуры. Огромные палитры, там удивительные. Это не только специальные подобранные, да, выставки книжные, это и кинопоказы, это квест-игры, это интересные там интеллектуальные викторины. Поэтому люди разных возрастов, вот на территории… Все вовлечены. Не только нашего региона, но и других регионов. Школы, вузы, организации. Учреждения культуры, да, да, да. Вообще есть какие-то сферы, какие-то организации, учреждения, которые не вовлечены в этот процесс? Мне кажется, нет. Все вовлечены. Да, и силовой блок все включены тоже. И наши общественные организации, молодежные, патриотические. Поэтому, конечно, здорово. Мне буквально на днях маленькая племянница принесла из второго класса рисунок, конкурс рисунков блокада Ленинграда. Ну вот как ребенок это себе представляет. Ладожское озеро. Вообще это очень трогательно, между прочим. То есть действительно все вовлечены. И когда они погружаются в это через собственные эмоции, они это лучше запомнят навсегда. Потому что… Это не учебник. Это получается, что вот из жизни просто вот так и в игровой форме, в этих конкурсах. И важно, чтобы в этот момент с ними были родители, которые помогают им, допустим, написать эту творческую эссель, нарисовать этот рисунок, или сочинить стихотворение, или, может быть, принять участие и подготовить замечательное выступление в конкурсах гидбригад, конкурс театральных постановок. Это все проходит. Это вы сейчас перечисляете то, что сейчас… Сейчас масштабно, да, все форматы, которые идут. Поэтому, конечно, интересно, что это объединяет и сплачивает семьи. Это, конечно, говорит о том, что педагогическое сообщество тоже включено в воспитание. Потому что сейчас это важно. Наконец-то вернувшийся в школу. Наконец-то. Когда пытались говорить, что учитель не воспитывает, школа не воспитывает. Да нет, воспитывает. Конечно. И вот, наконец-то, да, к своим истокам возвращаемся. Но это радует, между прочим, да? Конечно. Потому что мы говорим о том, что невозможно только интеллектуально заполнить голову ребенка теми или иными знаниями. Если он эмоционально не погрузится, если он в своем же коллективе не будет осознавать что-то очень важное, что такое добро и зло, что такое порядочность или нет, что такое командный дух, что такое история. Даже своей школы, своего образовательного учреждения, своего района, города, поселка. И вот когда они вместе это делают, все, уже и учить потом проще будет, потому что ребята понимают, для чего им это надо. Сколько регионов вовлечены в проект в этом году? У нас в этом году парадные расчеты привозят 16 регионов Российской Федерации. Парадные расчеты. Но в целом почетные гости и участники едут с 89 регионов России. Так что мы в этом году всю страну встречаем, всех рады будем приветствовать, потому что 4 числа у нас откроется выставка трофейной техники. На площади Куйбышева. Да, на площади Куйбышева, что мы добавляем не только трофейной техникой союзников НАТО и, конечно, поверженной той техникой, которая сейчас в зоне специальной военной операции наши ребята подбили. Но мы дополняем это техникой вермахта. И мы говорим о том, что вот она тоже преемственность. Что тогда какие страны были против нас? Ровно те же страны и сейчас. Поэтому мы должны это помнить, мы должны знать. И сразу будут представлены все полевые музеи с рассказом о запасной столице, о параде, с рассказом о бойцах и героях и подвигах в зоне специальной военной операции. Поэтому с 4 числа начинает выставка. С 5 числа начинается семинар совещания всех руководителей фондов защитников Отечества, которые приедут со всей страны к нам. Приедет большое количество почетных гостей самого высокого уровня. Расскажите об этом. Кого вы ждете? Каких почетных гостей самого высокого уровня? Нам интересно. Конечно, едет и представитель администрации президента. Едет Сергей Кириенко, едет Анна Евгеньевна Цивилева. Причем мы понимаем, что Сергей Владиленович у нас действительно курирует не только фонды защитников Отечества, патриотическую работу. Едут. Анна Евгеньевна является первым статус-секретарем министра обороны Российской Федерации. И для нас тоже очень важно и почетно, потому что Министерство обороны всегда является партнером проекта. впервые за долгие годы у нас сопровождать прохождение парадных расчетов, я говорю, их 126. Это очень большое количество парадных расчетов. Это в несколько раз больше, даже когда мы говорим про 9 мая. Но сопровождать их будет наш центральный военный оркестр Министерства обороны. То есть главный оркестр страны, главный оркестр вооруженных сил, который был эвакуирован к нам 7 ноября 1941 года, участвовал в легендарном параде. Впервые в этом году на параде они будут сопровождать прохождение парадных расчетов. А вечером подарят свое искусство уже в другой концертной, такой форматной, очень интересной площадке в Театре опера-балета. Это все будет посвящено, конечно, всем участникам, всем почетным гостям истории запасной столицы, тем музыкальным произведениям, которые звучали именно 7 ноября 1941 года. Поэтому для всех это будет интересно. И 5 числа тоже будет очень важный, нужный для нас формат. Это всероссийская премьера, которая буквально на днях 27 сентября состоялась в Театре Российской Армии. И это тоже связано с темой парада «Наша семья, наша победа», потому что это истории с передовой. Это истории сейчас специальной военной операции. Спектакль с сестры. Спектакль с сестры, который рассказывает о матерях, о сестрах, о женах, который рассказывает о семьях участников специальной военной операции. Едет очень большой состав, в том числе исполнителей, артистов. Это музыкально-поэтический спектакль, который настолько трогает до глубины души. Когда была премьера в Москве, то в течение получаса просто не расходили, скандировали стоя. Поэтому у нас в окружном доме офицеров или в нашем Самарском, да, доме, Самарского гарнизона, доме офицеров, состоится 5-го числа эта премьера. И мы надеемся, что, конечно, для всех это будет, ну, очень важное и очень, очень вот сиюминутное, да, погружение. Потому что мы говорим о том, что когда спектакль смотрели, думали, что это про Великую Отечественную, а как только в финале, понимая, что это, оказывается, про героев сегодняшнего дня. Да. И насколько все созвучно, насколько все трогает. И как важно понимать, что мы единая страна, которая поддерживает сейчас ребят на передовой. И тем ответственнее сознавать себя сегодня и сейчас и понимать, что действия каждого вообще жителя страны, наверное, как-то могут повлиять на события сегодняшнего дня. Какие еще мероприятия хотели бы акцентировать? Вот на что обратить внимание, которые будут продолжаться? Ведь, что интересно, 7-го числа парадом-то все не завершается. Да, 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 о чем я и сказала, что у нас не только продолжается серия специальных мероприятий, продолжится и до конца года, и дальше с 23 февраля, именно с дня, получается, защитников Отечества до Дня Победы. А мы нашим парадом, такой перебрасываем мост уже в юбилейный год, поэтому наша семья, наша победа, продолжится серия торжественных награждений всех парадных расчетов. Мне, конечно, хотелось бы вот сакцентировать внимание, что 7-го числа, помимо того, что это 126 парадных расчетов, где будет историческая часть, это погружение и в максимальное, да, все-таки такие воспоминания, как проходил парад в 41-м году. Какая техника участвовала, какие подразделения армии, какая музыка звучала, потому что протитуру мы тоже подняли, да, именно оркестра, который на тот момент возглавлял Семен Чернецкий, это действительно родоначальник военно-оркестровой службы страны, который долгие годы возглавлял оркестр центральный, военный оркестр Министерства обороны. Но в рамках парада будет конкурс на лучший парадный расчет Российской Федерации, поэтому для многих регионов это, конечно, почетно привести сюда лучших из лучших и действительно защитить чести, да, своих кадетских корпусов, суворовских училищ, своих юноармейских отрядов, своего региона, республики, края. Поэтому, конечно, они очень ответственно к этому относятся, и я надеюсь, что не только все наши ветераны на трибунах, все наши почетные гости с 89 регионов, все наше руководство, да, в том числе федеральных министерств и администрации президента которой будет, конечно, наш полномочный представитель, да, Приложского федерального округа, губернатор, потому что здесь, конечно, Вячеслав Андреевич во всем действительно помогает, и мы говорим о том, что именно 15 октября, да, под его председательством прошел Организационный комитет, важно, чтобы все в этот день почувствовали свою причастность к памяти, к памяти наших героев, к памяти великого народа, нашего народа победителей, и, конечно, осознали, как это важно сейчас, чтобы победить сейчас, и чтобы дальше защитить нашу страну, и сделать все, чтобы подрастающая смена жила, гордилась своими регионами, своими героями, своей страной, и чтобы наша страна всегда понимала, что мы великие, да, наша история важна для того, чтобы ее знали, и для того, чтобы, конечно, эти славные традиции продолжали наши дети. Да, время нашей программы подошло к концу, Инна Анатольевна, я благодарю вас, как всегда, за интересную такую беседу, информативную, я думаю, что каждый услышал для себя что-то важное и интересное. Ждем всех, вход свободный. Обязательно. Кстати, выставка трофейного оружия будет работать до 10, по-моему, числа, да, до 10 мальчишкам, особенно интересно будет посмотреть, и не только им, наверное, да. Полевая кухня, огромное количество творческих концертов, здесь, конечно, важно и шестого на генеральной репетиции, кто если седьмого не сможет. Седьмого в день парада приходите на площади, будьте с нами, будьте единой великой страной. Спасибо еще раз, Инна Анатольевна. Напомню, гостем студии была исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области, начальник штаба по подготовке и проведению международного патриотического проекта «Парад памяти» Инна Жичкина. А мы все не пропускаем интересные мероприятия и ждем главного события – парада памяти 7 ноября. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова